Ребята, всем привет, решил уточнить информацию у Роспотребнадзора, МАДИ, Минтранса, ГАИ, у всех, короче говоря, потому что недавно была ситуация у нас одного парня в Коломне штрафанули за маску, за отсутствие маски и перевозку пассажиров без маски. То есть, получается, его штрафанули на 5, клиента штрафанули на 5, и ему еще прилетело 5 тысяч штраф за то, что он перевозил клиента без маски, получается. Димон, привет. Дарова. Есть минутка у тебя? Да, да, да. Хотел этот вопросик задать. А тебе же ты, когда в Коломне таксовал, прилетел штраф, помимо того, что ты был без маски, клиент был без маски, тебе еще дополнительно 5 тысяч за то, что был клиент без маски? Да, да, да. То есть, тебе вместо 5-10, короче, выписали? Да, 10. Я сейчас просто буду... Мы 5 вы***ли, а через неделю еще раз. Я пошел и еще раз 5. Жестяк, вообще. Жестяк. Они, получается, назначили... Ну, они на месте штрафа не выписывали, а вот вызывают, типа, на эту херню. Ага. Вот, я пришел первый раз, мне, типа, это... Как-то они там сказали на рассуждение или на что-то такое, что-то не было. Или на рассмотрение, вот, да. Пришел, по ***, я с ними поговорил, ну, все, что, штраф, штраф. Штраф не маленький, ну, я знаю, вроде пятак. Ну, да, все. То, в дверь закрываю, ***, слух, уже пятак висит. Ага. Тоже раз прихожу, меня опять спрашивают, вы на рассмотрение или на протокол? Я говорю, не знаю, хотелось бы лучше на рассмотрение, чем на протокол. Как бы, я уже был у вас. И тут же я вспоминаю, ***, я прошлый раз же, я тоже пришел на рассмотрение, а вы меня влупили. Ага. Я не в второй херачил. Жестяк. Я понял, короче... А, потому что через неделю был суд, но на суд я не ходил. Они сказали, если я получил штраф, я могу на него не ходить. Ага. Ну, типа, что... Если бы я не получил штраф, был ***. Ну, я понял, что если, образом, ты пошел на суд, можешь не приходить, короче, точнее, чтобы его не обжаловать там. Да, да, да. Это, я, короче, понял тебя. Я просто сейчас буду звонить в Роспотребнадзор, в МАДИ, там, ой, в Минтранс, короче, и в ГАИ. И попробую у них спросить, типа, ну, выписывают они такие дублированные штрафы и вообще законы ли это. Ну, чтобы другие знали, ну, что такой штраф бывает дублированный за то, что клиент... Как убег в итоге, что с этой перчаткой, кстати? Ну, не знаю, не знаю. Вот, ну, как бы, может быть, через неделю ему тоже что-то пролетит еще. А, его тоже вызвали, да, же получается? Вот, я не в курсе, я у него не спрашивал, кстати, еще. Короче, он позвонит, спросит, что. Окей, ладно, спасибо. Давай. Давай на связи. Сейчас буду звонить во все эти органы, попробую получить ответ, законно ли это. И, ну, если это вообще это факт или не факт, ну, то есть это вымысел какой-то, реально ли это то, что если ты везешь в маске и перчатках человека, он без них тебе прилетит за этот штраф, как водителю общественного транспорта. Сейчас посмотрим. Вот, таксомотор на деятельности. По какому вопросу? Вопрос конкретно, если, допустим, вот на моей машине еду я или мой водитель в такси и выполняет заказ, и человек в маске и перчатках, а садится пассажир, допустим, без перчаток или без маски, если... Ты уже звонил в пятницу? Я звонил в пятницу, мне дали еще один добавочный, но там никто не брал трубку. Какой добавочный? Секунду. Ну, то есть пока получается так, что меня просто переключается номер на номер и никакого ответа не дает. Добавочный был номер, во-первых, 499, 499, и Дмитрий Александрович был этот добавочный 1321. Да, сейчас начальник отдела должен быть на месте, подводите начальник по телефону 8499. Так. 0713. 499. Нет, 0713 сразу. 0713. Без добавочного. Я понял, хорошо, сейчас попробую. Спасибо. До свидания. Так, ну что, уже по четвертому номеру я звоню в министерство, чтобы узнать конкретный вопрос, почему водителям также выписывают штрафы за пассажира, который был без маски. И хочу получить ответ от министерства транспорта по этому вопросу. Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Меня зовут Руслан. Ваши коллеги дали, получается, номер телефона. Сказали уточнить вопрос, который я задавал у вас. Могу? Ну, конкретный вопрос какой? Да, конкретный вопрос. У меня ИП с аквадом на таксомоторную деятельность. Пример, допустим, если на моей машине еду я, либо мой водитель в маске и перчатках, и садится пассажир, который будет без перчаток или без маски. Штраф, который выписывают ГАИ и МАДИ, распространяется только на пассажира или еще на водителя, который вез этого пассажира без маски, допустим. Хотя, ну, водитель предупредил клиента, ну, точнее, пассажира о том, что нужно иметь маску и перчатки. Ну, вы знаете, не совсем мой вопрос, тоже сейчас, подождите секунду, спрошу, коллег в курсе нет. Хорошо, спасибо. Алло. Да, да, да. Ну, вы знаете, коллеги подсказывают, что это вопрос Роспотребнадзора, это не транспортный вопрос. Ну, дело в том, что с ГАИ стояла только МАДИ, Роспотребнадзора не стояла, и штраф выписывают сотрудники МАДИ. Нет, требования по проезду на требования о перчатках и маски установлены Роспотребнадзором. Это соблюдение требований Роспотребнадзора. Ну, то есть сотрудник МАДИ может выписать штраф без Роспотребнадзора за стандарты Роспотребнадзора, правильно? Ну, это я не знаю, это нужно уточнять, какое у них взаимодействие между ГАИ и Роспотребнадзором. Ну, понятно. Я просто конкретно спросил про сотрудников МАДИ, которые стоят с ГАИ, и которые выписывают штрафы клиентам, ну и также дублируют штраф на ИП того перевозчика, который ты совершал. Я просто хочу понять, законно ли это вообще. Ну, вот, здравый смысл подсказывает, что получается, что штрафуют эти хотим. Сказано, например, магазина, допустим, да, если отказывается консерв принимать оплату, да, и отвлечить пассажира без маски, да, то должен был водитель тактик, получается, сказать, что извините, вы не выполняете требования, значит, услугу вам указать не могу. Я вас понял. Хорошо. В общем, нам не возить таких клиентов, которые без масок перчат. Ну, получается, что да, чтобы я вас не штрафовали. Хорошо, я вас понял, спасибо. Да, пожалуйста, всего доброго. Сейчас звоним еще в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор. Вообще никакой конкретики. Ну, сотрудник Министерства транспорта, да, как бы даже не знает, в принципе, ответ на вопрос, который я задаю. Так просто образно придумывает какой-то ответ. Логически размышляем. Да, логически размышляем. То есть нет у нас какого-то законодательства, мы просто пытаемся логически рассуждать. Интересно. Хрен такая вообще. Вот номер. Так, ну что, ребят, интересовал меня вопрос на тему того, получает ли перевозчик штраф, если он в маске и перчатках, и он везет клиента, который без перчаток или без маски. Сейчас министерство транспорта позвонил, ответ послушайте сами, услышите, сделайте свои выводы. Пытаюсь также дозвониться до Роспотребнадзора, задать им тот же самый вопрос. Роспотребнадзора. Роспотребнадзора. Такая счастливая организация. Корона минуса. Здравствуйте, да, частично. С какого средства вы обращаетесь? Ее область, какая республика? Московская область. Чем могу помочь вам? Да, меня зовут Руслан, у меня вопрос следующий. У меня свое ИП с АКВЭДом на таксомоторную деятельность, то есть я занимаюсь перевозкой пассажиров. Вопрос очень такой волнующий для меня. А, плохо слышно, связь прерывается. Да, слышно меня сейчас? А, слышно. Значит, у меня, я повторюсь, ИП с АКВЭДом на таксомоторную деятельность, то есть я занимаюсь перевозкой пассажиров в такси. И вот если я еду в маске и в перчатках, а клиент, допустим, без маски или без перчаток, я его предупредил, он сказал, нету, мы едем дальше. Законом будет, что выпишут ему штраф и параллельно выписывают мне штраф за то, что я вез его без маски и перчаток. Ну, так, смотрите, данную информацию нужно уточнить в региональном штабе, чтобы они вам сказали, какие сейчас меры. А, понятно, в региональном штабе... Нонер, да, я вам скажу. Секунду. Секунду. Да. Так, 8300. Ага. Ага. 50. Ага. 30. 30. Вот еще 50, было бы вообще классно. Звоните им, да? Да, они вам уже скажут. Хорошо, спасибо. Как работают эти органы? У каждого есть еще один номер, куда нужно звонить, потому что они не знают ответа на задаваемые вопросы. Вы можете получить электронный прием на Московской области. В целях контроля качества обслушивательного разговора можно записываться. Вставаясь на линии, выдаёте свои согласия на обработку ваших персональных данных. Разговор будем запекинуться. Своей помощи сводите по номеру 112. Если у вас вопрос по коронавирусу или вы... Что-то прешь. Ты устал уже слушать ответы вот эти вот... Психиатру. 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 Скоро нужно будет. Психиатру. 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 Ну... Господи... Переведите уже... Приготовьте, пожалуйста, полис к обязательному медицинскому страхованию. Зачем он не нужен? В настоящий момент все операторы заняты. Для записи на прием к врачу вызову врача на админную услугу. Воспользуйтесь, пожалуйста, интернет-порталом услуги.осрег.ру. Слэш здрав. Для вызова скорой помощи звоните по номеру 112. Ахахаха, скинули. Би-барая. Звоним. Еще раз. Здравствуйте, вы подводили в электронную приемную московскую область. Нажмите 1. Для получения информации по работе про таланты в государственном московской области, нажмите 1. Для вызова врача на дом нажмите 0. Если вы медицинский работник, хотите помочь в московской области, а также узнать информацию о тему вирусом московской области, нажмите 1. По вопросу о открытии электронной приемной компьютерной способности, нажмите 2. Заберите свое возвращение к литературе или получить информацию, нажмите 3. Если у вас есть вопрос о получении социальной области и вам нужна помощь для отталки грамотных лекарств, нажмите 4. Если у вас есть вопрос о работе образовательных организаций, нажмите 5. Для возврата на главный московской области, нажмите 3. 3. Какой 3, зачем 3? Любая информация. Если у вас вопрос о коронавирус, или вы медицинский работник, проходите помочь в московской области, а также узнать информацию о тему вирусом московской области. Заберите запись к врачу, нажмите 3. Отменить запись. Если у вас вопрос не отмечен, то есть выжмите с ответа оператора. Для возврата в главный московской области, нажмите решет. Я реально жду уже несколько раз. Просто 0, 0, 0. Все. Можно сказать, что они послали нахер. Мое мнение после того, как я несколько дней звонил в министерство транспорта, звонил я им в пятницу, они переключали по кругу на один номер, на другой номер. Позвоните вот на этот добавочный, потом тот говорит, позвоните вот на тот добавочный. Как будто бы все угорают, ну и никому нет дела, просто до вопроса. Они там собираются, не знаю, домой и как бы так элегантно посылают нахер. И вот сегодня понедельник, сегодня я дозвонился и никакого конкретного ответа я не получил. Получил только вот, услышите сами, что, да, какое-то рассуждение о том, что логично, что не логично. И никакой ссылки на законодательство или на какие-то там пункты определенные, законные. Роспотребнадзор дозвонился, справочная говорит, это мы как бы не знаем, вам нужно тоже уточнить в вашем областном, как это сказать, в областной главной точке Роспотребнадзора, да, по Московской области. Окей, начинаю звонить, три раза позвонил, бесконечный круг переключения автоответчика и сброс в конце. Ну, то есть, просто замкнутый круг, информация нулевая. Вот, пожалуйста, хотел получить конкретный ответ на вопрос. Ответа нет. За что штрафуют тоже, интересно, да, насколько это законно. Мне кажется, что, в принципе, такие штрафы обжаловать можно при желании, если есть такая инициатива и время этим заниматься. Так же решил позвонить в ГАИ. В данный момент все операторы заняты. Вы можете сообщить оператору, имеющуюся у вас информацию о преступлении иных правонарушениях... Субтитры создавал DimaTorzok Если вы хотите узнать какую-нибудь информацию, Субтитры создавал DimaTorzok Тогда идите на фи... Субтитры создавал DimaTorzok Домой Ооном Домой Ооном Не звоните нам, никогда пли... Домой Ооном Эх... Домой ооном Это мы, Гали, мы берем трубки, мы, потому что мы, Гали. Иди сюда. Че? Все, хер с ними, ладно. Короче, ГАИ тоже не берет, ну точнее, ГАИ просто не берет трубку. Вот, где-то нашел какой-то некий номер справочного центра. Хотел задать вопросом аналогичным, почему ГАИшники в соседстве с МАДИшниками выписывают штраф за маски, перчатки. И, ну, образно, если он дублируется на водителя, так ли это и почему так происходит. И насколько это законно, если это так. Но вопрос ГАИ не смог задать. Так, ну и подытожу. ГАИшники и МАДИшники выписывают штраф, ссылаясь там на Роспотребнадзор или на Минтранс, на какие-то законодательные моменты, которые никто не может подтвердить и развернуто как-то ответить на конкретный вопрос. Очень странно. Ситуация напрягает. Это вообще не только бесит, короче. То есть я работаю в такой сфере, которая как бы регулируемая, очень много внимания к ней, но при этом, когда начинаешь копать глубже, вот получаем такие ответы от карательных органов наших. Я возле ГИБДД, может быть сейчас получится задать вопрос ГАИшникам.